Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики Арум Капитал». И с нами сегодня аналитик компании Арум Капитал Юрий Марченко. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, коллеги! Рад всех видеть, рад всех слышать. В принципе, сегодня такой день, как бы меридиана, скажем так. Среда по логике вещей у нас одна из самых волатильных дней. Но что-то чувствуется мне, что сегодня мы ничего крутого не увидим. Хотя это рынок. Недавно с вами обсуждали, что все может произойти в любую минуту. Все может измениться в любую минуту, поэтому будем действовать по ситуации. Сегодня будет, наверное, один из самых скучных обзоров. И этому виной не я, а этому виной, наверное, рынок, потому что в действительности ничего нового в отношении к тому, что было вчера, не произошло. Давайте я отключу себя и посмотрим на рынок, что у нас здесь есть. Европейская валюта. Начнем традиционно с нее. Ну, вот обсуждали мы с вами как раз-таки вчерашний день, вернее, в вчерашнем обзоре, что есть зона 1.16.75, 1.16.23. Откуда вероятность, от сколько есть? И она, в принципе, реализовалась. Конечно, до цели 17.45 не доехали. И, честно говоря, я не думал, что мы доедем. Но, тем не менее, само движение нам говорит о том, что вполне вероятно, что открытый интерес покупателей здесь может присутствовать. Не забываем, что глобально мы все-таки с вами находимся в боковике 1.11.90, 1.15.26. Это боковик, как мы вчера обсудили на индикаторе, так сказать, биржи семьи. Это боковик всего контракта. И сейчас, прямо в моменте, мы с вами стоим в пойнте в контроле этого объема, в пойнте в контроле этого контракта, то есть в самой максимальной цене, где, когда была наторгована данная валюта по контракту, по объему, вернее. О чем это говорит? Да ни о чем-то не говорит. Для меня, для того вида анализа, который я практикую, это говорит о том, что мы можем пойти что туда, что сюда, с вероятностью 50 на 50. Конечно, драги. Конечно, нонфарм. Конечно, ой, Боже, ты упаси. Господи мой, какой же бы нонфарм. Значит, конечно, драги, да. Конечно, Трамп и то, что было там, например, вчера, имея новые санкции в рубле, да, может быть сподвигнут европейскую валюту на какие-то трендовые движения. До этого момента тишина и спокойствие. Я думаю, будет так. Сегодня в интродэе, скажем так, в рамках одного торгового дня, пока, раз уж открылась Европа совсем недавно, инициатива, на мой взгляд, за покупателями в рамках одного дня, как минимум до тех пор, пока мы не прошли сегодняшний же минимум. То есть, если рассматривать какие-то сделки, то сделки на покупку. Во всяком случае, так делаю пока что я. Так видно на объемах, на кластерах, которые я смотрю. То есть, любое падение вниз, как минимум, пока встречается аналогичным спросом. Однако это все, знаете, гаданием, по большому счету, и вероятности на отбой я бы много не давал. По серьезному каким-то действиям будем приступать 1.17.90 при пробое. Честно говоря, я жду, что этот пробой состоится. Ну, как жду. Не то, чтобы я ожидаю, что именно этот цена не реализуется, но мне было бы комфортнее увидеть евро растущий. Фунт-доллар сделал примерно то же самое, что и евро. Фактически за вчера отвалилось. Говорили о том, что здесь есть у нас какая-то интересная активность на фунте. От нее отталкивались, но по факту ничего нового. По факту мы доехали до сопротивления практически близко-близко. 1.31.80, поэтому я думаю, что пробой этой отметочки – это вопрос времени. Открытого интереса продавца здесь, скорее всего, нет. Это просто какой-то временный откат. А вот то, что произошло вчера на открытии европейской сессии и на последующих движениях вверх, это, в принципе, вызывает интерес. Потому что здесь в моменте состоялась смена инициативы с покупателей на продавцов. То есть в момент Азии мы увидели инициативу вниз, которая была очень быстро сменена на восходящую тенденцию. Поэтому сегодня в этот диапазон цен, который заканчивается уровнем 1.3070, я бы присматривался как возможной поддержки и, может быть, оттуда отскок. Но, опять же, все заточено настолько в рамках какого-то флета более глобального, что очень сложно здесь, на самом деле, действовать, очень сложно развернуться, очень сложно, на мой взгляд, подобрать соотношение выгодное для сделки. Но как ориентир, я бы сказал так, пока мы не упали ниже, чем 1.3070, имеет смысл говорить о движении восходящем, как об основном движении. Доллар, канадский доллар. Ситуация такая, что мы вроде бы позастревали сами в боковике во вчерашнем и вверх не пошли, а пошли, собственно говоря, вниз. Но и то движение, которое реализовалось, я бы не сказал, что прям пошли. Мы, скорее всего, отвалились, собственно говоря, вниз. И никакой конкретной инициативы здесь я не вижу. Запасы сегодня. К тому же у нас запасы. Канадский доллар, вернее, эта котировка может хоть немножечко повлиять на запасы, вернее, отреагировать на запасы. Но мы здесь с вами прочно застряли. 1.3288, 1.3065. Все точно так же, как вчера. И вот он у нас весь объем контракта. И точно так же, как евро, мы сейчас стоим в самом-самом его центре. Каких-либо других, скажем так, инициатив мы не видим. Здесь нет преобладающих ни бидов, ни преобладающих хасков. Абсолютно ничего. То есть такое впечатление, что просто всем грустно и скучно на этом рынке. Кстати, неплохо бы посмотреть данные по открытому интересу, которые транслирует биржа раз в сутки. Но, по-моему, там особого прироста нет. То есть это не зарядка какой-то там энергии магической. Это всего лишь отсутствие интереса к рынку. Доллар, японская иена. Единственное, что реализовалось из немногого того, что реализовалось, скажем так, по нашим идеям вчерашним, а именно мы разговаривали с вами с начала недели о вероятном отскоке от вот этой вот зоны. Это 111.35, 111.90. Просто в действительности состоялся тест. Еще вчера говорили, что наглеть в данном инструменте не имеет никакого смысла, потому что поддержка 111, ровно 111.75 сильна. И максимум, что мы там можем увидеть, это 111. Поэтому самая крутая сделка, которая могла быть, это где-то продажа отсюда и закрытие здесь. И это единственное, что можно было отобрать. Это 270 пипсов. Немного, немного. Но, опять же, все зависит от того, каким объемом заходить. Ну, и с точки зрения вообще волатильности, это полный АТР. То есть от самого хая практически до самого лоя 80% всего АТР можно было забрать. Что делать сейчас? В принципе, ждать. В принципе, ждать драги. В принципе, ждать каких-то развития событий. Если мы с вами посмотрим по объемам, да, то мы с вами можем обнаружить, что в действительности то, что происходит сейчас внизу, выглядит нисколько не хуже, чем то, что было наверху. То есть, да, наверху у нас объем максимальный, но внизу сформировано достаточно четко. Одна из них зона, где наторговались и двинули вниз, и другая из них зона, где наторговались и двинулись, собственно говоря, вверх. Поэтому у нас граница боковика – это 110,75, 111,90. Движение вниз для нас с вами – это более приятно и комфортно. Я не говорю, что именно вниз мы пойдем. Я говорю о том, что мы вниз торговать проще, потому что там цели пояснее, да, это 110,55, и еще ниже можно даже смотреть в падении, да, что у нас там. Мы можем с вами даже удариться в район 110,15, и если даже хорошенечко повезет, 109,75. Я бы вот такие цели поставил бы по падению, но важно, чтобы это падение реализовалось, да, фактически важно, чтобы какое-то проявление инициативы вниз было. До тех пор, пока мы не выросли выше, чем 111,90, просто рассматривать данный инструмент, я бы советовал, как шартовый и присматриваться больше к продажам, чем к покупкам. Австралийский доллар – доллар. Новости здесь нам подыграли. Ну, как подыграли? В действительности мы с вами торгуемся в том же самом боковике, что и смотрели вчера. Это 74,85, 73,10. Какого-то особого движения там не состоялось. Ну да, 700 пунктов мы вроде бы выросли, но все это в рамках боковика. А как и вчера, я еще раз выскажу мнение, что у нас с вами есть сопротивление, поддержка, сопротивление, сопротивление, поддержка, сопротивление и так далее, и так далее. Все это дело сжимается, все это дело, скажем так, превращается в какую-то сжатую пружину, куда стрельнуть, не знаю. Если подсмотреть даже на те же самые кластера, единственное, что можно сказать, это то, что активность непосредственно перед новостями была такова, что мы видели дельтоположительную сначала, о чем нам говорит, в принципе, дельта, да, вот в том формате, в котором ее транслирует эта платформа, ну а потом дельтатрицательную. То есть предложение явно превысило спрос, и данный инструмент завалился, поэтому как внутридневную торговую идею, в принципе, я допускаю рассмотреть возможность продажи от этого более-менее такого небольшого диапазона. Давайте посмотрим, какие у него цены. Это 74.20, ну давайте я даже здесь так сделаю. Это 74.20 и это 74.50. То есть это, так сказать, на короток, потому что здесь была новость, потому что здесь был объем, который дала инициативу. Да, это новостная инициатива, но тем не менее сейчас то, что происходит, это скорее коррекция. Цель рассказать очень сложно. Технически самое лучшее место, куда бы я поставил стоп, это за сопротивление, но это окажется очень великоватым. Ну а так, в целом, да, опять же ударились в вчерашнюю поддержку, и непонятно, чем это падение все может закончиться, где оно, собственно говоря, становится. Новозеландский доллар, доллар, ситуация точно такая же, только даже и вчера мы с вами не ходили практически, да, на три дня походили вверх 450 пипсов, и это все, что сделал Новозеландский доллар. Точно так же, как и на фунте, он у нас продемонстрировал вроде бы восходящую тенденцию в течение всей торговой сессии, даже американской, и вроде бы покупатели в силе, но здесь и какой-то активности на самом деле нету. Я бы взял бы как ориентир хотя бы минимум и максимум вчерашнего дня. То есть предполагая, что если вчера что-то и было, да, и покупатель, или продавцы там, не знаю, да, то если проявление инициативы вниз и падение ниже, чем 67-68, да, то мы бы тогда рассматривали падение вниз как основное. Может быть, даже до поддержки, чем черт не шутит. Ну, а движение вверх мы бы и вообще бы стоило бы исключить, потому что инициатива вверх, она чревата тем, что мы можем опереться в сопротивление 83-68-30, 68-60, и только лишь по факту прохода отметки 68-60 можно говорить о каких-то там тенденциях, причем восходящих тенденциях. Доллар-франк без изменений. Напоминаю, основная идея была у нас дождаться окончательного пробоя либо добоя, как хотите сказать, там, отметочки 99 ровно, которую мы практически пробили, которую мы практически пробили вот это вот сопротивление, но не было, так сказать, финального шага, не было фаталити, да, скажем так. Его следует ждать, да, то есть прежде чем говорить о каких-то продажах, нужно все-таки увидеть проявление инициативы продавцов, то есть уверенный пробой ниже отмечки 0.99, причем это должно быть импульсное движение, не такое, как вот вываливание, да, за объем на канации, а уверенное движение вниз. Не обязательно новостное. Это может быть движение на стопах, на чем угодно. Ну и в то же самое время обращаю ваше внимание на 99.55, 99.35 – это сопротивление, которое мы с вами указывали вчера. И несмотря на то, что инструмент очень сильно нападал, да, на пробой 99.55, фактически пробоя не состоялось. Мы также и заточены сами в диапазоне цен 99.55-99 рова. И лишь в пробой либо туда, либо сюда, ровно как и в нашем вчерашнем сценарии, будет говорить о какой-то инициативе. Покупателей или продавцов, не знаю. Что из них лучше? Ну, откровенно говоря, для меня лучше движение вниз. Почему? Потому что движение вниз – это будет как бы окончательный пробой. И дальнейшее уже мы с вами будем рассматривать данную структуру вот таким образом. То есть сопротивление, импульс, сопротивление, импульс, сопротивление, импульс и так далее, и так далее. То есть это не сценарий разворота. Это будет хорошо. Ну и во-вторых, цели. Они более-менее там какие-то не то чтобы объективные, но можно с ними работать. Это 98.80 и 98.40 – это там взято из истории. В принципе, вниз круче, да. И еще замечательность заключается в том, что если доллар-франк мы ждем вниз, то, соответственно, евро-доллар вверх, и это будут ну просто шикарные новости для меня, потому что я уже упоминал, да, что евро тоже хотелось бы видеть вверх. Хотя всему драги, конечно, в какой-то степени указ. Что касается золота, вчерашний день я бы обозначил бы как рост, но это скорее такая своего рода коррекция. Я ожидал, что этот рост состоится. И что более важно, я ожидал, что мы можем удариться в сопротивление 1228,5-1235. Действительно, мы в него уперлись. Я бы не сказал, что там была дикая остановка какого-то этого роста. В кластерах прошло все достаточно тихо, мирно. Обычно на перекрестии европейско-американской сессии наторговались, даже проявляли инициативу вверх. Потом, собственно говоря, ударили MarketSell в этом месте, скажем так, на последние 15 минутки европейской сессии. И, собственно говоря, все это дело завалилось вниз. То есть какой-то там ярой борьбы на этом сопротивлении нет. Поэтому сегодня я бы не советовал реализовывать сценарий с продажами от того диапазона, где мы смотрели вчера, а больше, так сказать, посмотреть на данный инструмент в развитии. Что будем смотреть? Напоминаю, что объем максимальный у нас наверху с вами находится. Мы все постепенно двигаемся вниз и вниз. И вот эти черточки – это вот обзоры прошлых, так сказать, прошлой недели, где мы всю прошлую неделю смотрели как раз-таки продажи. Сейчас мы тоже смотрим продажи. И это не приоритетное направление, это приоритетный сценарий. То есть тут точно так же, как и в случае с доллар-японской иеной. Движение вниз – это просто по тренду. Движение вниз – это более комфортно, скажем так. Меньше поддержки мы здесь увидим, меньше сопротивление движения и так далее. Что будем ждать? Если цена окажется выше, чем 1235, забываем тогда с вами о продажах. Мы с вами можем увидеть глубокую коррекцию вплоть до отмечки 1239,5. И, может быть, даже вот досюда доедем. Это, конечно, очень сильно высоко. Будем ли разворачиваться или бы там какие-то тренды рисовать? Я не знаю, еще пока нет. Но пока мы ниже, чем 1235, можно рассматривать данный инструмент как шартовый. Но приступать к каким-то реализациям можно по факту, проявление инициативы вниз, то есть пробоя уровня 1211,5. И я считаю, это будет объективным. Нефть марки Brent. Я бы сказал примерно точно так же, как и по золоту. Здесь у нас с вами я откорректировал сопротивление в очередной раз. Если раньше мы с вами говорили о том, что сопротивление находится здесь, здесь контракт сменился. И здесь у нас с вами сопротивление я бы выделил в диапазоне цен 68, 30, 68, 95, потому что, потому что, я думаю, это вполне объективное обоснование. Нет, на самом деле я бы показал вам, как это все дело расторговывалось на CME, именно на бирже, и мы бы с вами обнаружили, насколько агрессивно встречали инструмент примерно где-то здесь, агрессивно в Market Sell. Поэтому я бы сказал, что здесь сопротивление присутствует. Но в то же самое время обращаю внимание на то, как была, какова была существовала торговля непосредственно перед открытием американской сессии и на открытии американской сессии. А я говорю об уверенной инициативе покупателей, то есть преобладании заявок Market Buy. И тут даже есть такой момент, когда любое предложение встречалось с спросом, который буквально взял все это дело и выкупил. Поэтому в этом моменте, в этом росте, я говорю, да, мы можем с вами говорить о преобладании покупателей, и они практически пробили то наше сопротивление, о котором мы ранее с вами говорили, 68.95. Поэтому развитие тенденции вверх я нисколько не исключаю, точно так же, как и на золоте, но пока мы ниже, чем 68.95. Имеет смысл рассматривать в какой-то степени продажи, либо унылое движение в этом боковике обозначенном, которое, и, так сказать, накапливание открытого интереса. Что касается нефтемарки Brent, картина примерно аналогичная, но у нас здесь сопротивление 75.82, 74.15. Здесь также мы приехали в это сопротивление, также мы уверенно двигались в это сопротивление постоянно вверх. Если мы будем с вами смотреть фьючер, что это и при этом московскую бюджету, мы увидим, что за вчерашний день было снижение открытого интереса, что немножечко ухудшает настроение по торговле данным инструментом, но тем не менее, пока мы с вами не пробили отмечку 75.82, я считаю, что инструмент имеет смысл рассматривать как в основном шартовый, то есть движение вниз у нас приоритетное, движение вверх для нас с вами будет какое-то коррекционное. Можно ли продавать от этого диапазона? Я бы рекомендовал посматривать какие-то либо смену инициативы, либо какие-то паттерны, которые вы сами для себя смотрите, которые вы сами для себя определяете, чтобы лишний раз, так сказать, не напороться на неприятную ситуацию. Ну, а поддержка здесь 72.25, 71.30. Если до нее упадем, это будет просто, конечно, шикарно. Сегодня запасы, может быть, даже и зарядим мы в этом направлении. Ну и доллар-рубль, конечно, здесь очень сложно что-то сказать по этому инструменту. Мы больше обратимся к фьючерсам. Здесь на фьючерсе я бы высказался, но касаемо того, что вчера происходило, во-первых, да, это, конечно же, события, связанные с возможным там введением каких-то новых санкций и так далее, и так далее. В общем, рубль на этом, конечно, ослаб. И что более важно для меня, точнее даже по фьючерсу, это то, что в моменте мы видим, что открытый интерес покупателя, который находился здесь, который наторговался здесь, он у нас прирастал. То есть вчера день был, так сказать, посвящен покупателю. Покупателям нравилось, что инструмент растет, и они заходили в позиции, открывали свои позиции больше, а вот продавцы напротив с рынка сваливали. Примерно то же самое относится у нас и здесь. Я бы вот выделил сегодня с утра вот такую вот область поддержки для себя здесь в моменте этого всего роста, когда вот эта вся вакханалия, так сказать, происходила. И сейчас обращаю ваше внимание на то, что есть реакция цены, есть, так сказать, реакция покупателей в данном инструменте. Мы это видим с вами по приросту открытого интереса. Он, конечно, незначительный, но тем не менее. То есть можно ждать какую-то реакцию вверх и цели наши, ну, вот хотя бы вот это вот сопротивление, отметочка 6332. К сожалению, это все, что я могу сказать по рублю. Больше он мне нравится, конечно, как лонговый, но может быть это предвзятое отношение, потому что те доходы в долларах, которые получаются, они больше греют душу, когда рубль российский ослабевает. Хотя я, конечно, нисколько не против российской экономики, все-таки мне еще в ней жить и так далее, и так далее. Все, коллеги, на этом все. Если есть вопросы, задавайте, будем их разбирать, будем на них отвечать. Если нету, то будем, наверное, закругляться. Хорошо, спасибо большое, Юрий. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы в чате можно уже писать, можно поднять руку, зайти в прямой эфир, позадавать вопросы. Это всегда приветствуется у нас в видеопортал. Юрий, у меня вопрос такой. Сейчас у вас сделки у самого крышки открыты. Я евро нахожусь в покупке именно по той идее, которую я, в принципе, сейчас я озвучивал. Но речь идет о том, что у меня где-то здесь инициатива внутридневная присутствует. То есть фактически покупки с 16.83 и стоп я спрятал за сегодняшний минимум. Объемчик на эту сделку совсем небольшой, поэтому, в принципе, даже пробои для меня это не будет каким-то шоком и расстройством. Может быть, на небольшой процент прибыли мы завалимся по итогу недели. Но только евро, только покупка. И там стоп всего 150 пипсов, и получается тейк всего 300, и при этом без убыток, если что, сразу же переставляется. В общем, там все, что хотите для безопасности, сделано. Потому что я сам, честно говоря, не верю в дикий рост и вообще в какую-то там особую волатильность по данному инструменту, как минимум в ближайшие часы. Я понял вас, ясненько. Юрий, на что сейчас из того, что вы озвучили, на что после передачи вы сразу сами обратите внимание? В первую очередь. Даже сложно сказать, на самом деле. Я бы, ну, я только по евро и буду смотреть, потому что пока я единственное, в чем я увяз, в чем я, что меня интересует, это рост евро. Ну, а российский рынок – это уже немножко другая передача, немножко другая стезя. Там тоже есть свои идеи. Так что евро и российский рынок. Вернее, даже, скажем так, рост доллар-рубля в моменте меня интересует, чтобы он маленечко подрос. Хотя бы в течение сегодняшней сессии. Это было бы прекрасно для меня. Я понял. Ну, и евро по-прежнему остается в зоне вашего внимания сегодня. Конечно. Я понял вас, ясненько. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор. Хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам тоже хорошего дня. Спасибо большое за внимание. Всем профитов и хорошее настроение. Ну, а я думаю, одно без другого невозможно. Прогласен с вами. Удачи. Спасибо.